Пути молитвы Но сразу скажу, что лишь немногие могут изначально, с самого начала, искренне следовать этим путем. Есть такая статистика, где-то лет пять тому назад, во время Пасхи, прихожан московских храмов там спрашивали, зачем они приходят в церковь. С какой целью? Православная церковь. И оказалось, что лишь три процента прихожан носят в своем сердце искреннюю веру и ходят в храм, чтобы ничего не просить у Бога, а просто его поблагодарить. Отдать ему должное. И все. Три процента. То есть остальные же, кто-либо выторговывает у него что-то для себя, знаете как, ты мне, я тебе, помоги в одном, другом, в третьем. Кто-то ходит на всякий случай, а вдруг Бог есть, да? Говорили, что нет, теперь говорят, что есть. А когда путевки будут распределять туда, я в церковь ходил. Знаете, вот на всякий случай ходят. Знаете, так бывает на всякий случай. Такая статистика действительно вещь упрямая. Лишь три процента действительно ходят в храм, имея искреннюю веру. Полностью себя сдают в его руки. В связи с этим, долг каждого человека, который решает выбирать для себя изначально форму работы на пути сознательной эволюции, вот именно путь молитвы, дать честный, искренний ответ, сможет ли он изначально следовать вот этим путем. Себе дать ответ. И от искреннего ответа на этот вопрос, зовите тот метод работы, который вы будете использовать на начальных этапах. Если вы понимаете, что у вас нет искренности, значит, надо начинать с медативной практики, с медативной работы, разогреть сердце. Когда уже сердце, так сказать, оно разогреется, там огонь появится, тогда уже стремление сердечное может привести вас на путь молитвы. А коль этого пламени нет, коль нет этого стремления, то изначально начинать работу с молитвой, но не получится искренности, не будет. Нет искренности, нет результатов. Это факт. Во всех религиях мира стоит на первом месте вопрос веры. Но никто не задавался всерьез вопросом, что есть вера подлинная, а что есть вера ложная, как их отличить. Люди говорят, я верю, 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 вот как, на каком уровне человек верит, какое место у него затрагивается, и откуда вера исходит. Если вера гнеждится в витальном существе преимущественно, или в уме, то эта вера ложная. Если она в витальном, то она эмоциональна, это всегда агрессия, вот этот верующий всегда агрессивен, всегда он против тех, кто, так сказать, не следует той вере, какой он приписан. То бывает тихо или шумно он агрессивен, бывает, так сказать, фанатичен, навязчив, проповедует, начинает говорить о своей вере, что вот она единственная, правильная, единственная вера. Это витальная вера. В целом она театральная, эта вера. Это вера на публику. Ну, как бы, если публика, даже ты сам, ты всё равно, так сказать, перед собой играешь этот спектакль эмоциональный. Эмоциональный спектакль. Витальная вера – это несмиренная сдача в руки Господа. Это всегда некий, ну, фарс такой, вот, театральный. Ты себя выбрасываешь вовне, там, шумишь, говоришь о вере, говоришь о Боге, да? Никому смирению речи быть не может, хотя в основе-то любой искренней веры – это подлинное смирение. Это надо прекрасно понимать. Так вот, это просто слепое поклонение кому-то, называют именем Всевышнего, и требование от него каких-либо льгот для себя. И когда таких людей спрашиваешь, а, ну, ты что хочешь-то в результате получить? Он говорит, не хочу в ад попасть. Вот по мне-то в ад так в ад, я готов куда угодно. Нет вопросов на всю его волю. В ад, с удовольствием в ад. А вот люди как-то вот этого слова-то, ад, вот, хочу спастись. А вот это детское, да, такое представление. Я не знаю, вам не кажется, что это какое-то детское? Хочу спастись, вот, хочу спастись, вот, верю, и буду спасаться. Ну, наверное, это уже сколько, так сказать, прошло сотен лет, и вот все люди на каком-то вот таком полудетском уровне, вот, в вопросах веры. Сколько примеров, столько, так сказать, действительно феноменальных, совершенно истинных, вот, молитвенников нам говорит, что надо делать. Нет, вот какая-то детская игра. Так вот, витальная вера, она была широко распространена во времена экспансии, формирования мировых религий. Там вот широкий охват. Веришь, вот, что Христос приходил на землю, что Он воскрес, это был очень, так сказать, вернее, умер, воскрес. Эта вера была очень заразительна, вот так, в широком масштабе. Как же, впервые речь пошла о бессмертии. Вот, если веришь, попадешь в рай, будешь жить вечно, потом попадешь в вечный ад, если будешь себя плохо вести, то это вот, ну, все, конец всех твоих надежд. То есть, вот такая витальная форма распространения, экспансии вот этой веры, она до сих пор, по-моему, процветает. Казалось бы, люди уже прошли много-много, знают, как-то душа должна все-таки вырасти до определенного уровня. Нет, вот, какой-то момент именно суеверия. Не в том смысле, что религия сама по себе суеверия, это вообще удивительная вещь, то, о чем мы говорим. Но, вот, какие-то понятия детские, вот, какой-то самоучитель для детей по религиозным каким-то вопросам. То есть, духовно одаренному человеку все вот эти крохи с духовного стола, они ему уже не нужны, ему нужна реальная вещь, ему нужно целое, все. Он не может вот этими питаться крошками. Нельзя уже. Таких людей, правда, немного. Три процента даже тех, кто в церковь приходит, я думаю, что из всего населения там, может быть, меньше. Полтора процента, может быть, или один процент, вот, если все вместе взять. Но им нужно настоящее что-то. Они не могут этим удовлетвориться, что им предлагают. Вот это очень важное место. Значит, с ростом сознания людей, ну, где-то с тех времен, будем говорить, с начала первого тысячелетия, какое-то время проходит. И с ростом сознания людей в психологии человечество элемент эмоциональности уже сочетается с рассудочностью. То есть, и ум начинает работать, да, не только эмоции, но еще и какие-то другие сферы затрагиваются. Так вот, вера стала преобладать постепенно размеренность, упорядоченность, философствование. И в 20-м столетии вера стала облекаться в интеллектуальные покровы. Есть категория людей, у которых Бог прочно укрепляется в уме. Вот он в уме, они модель Бога имеют, они имеют о нем представление. Не там вот, не в эмоциях, а уже где-то повыше. Тоже свое, так сказать, понимание. Ну, что такое умы, что такое ли наше эмоциональное существо, мы говорим. Это, в общем-то, фальшивые, временные наши органы до того, как мы главное свое откроем, истинную свою сущность. И значит, и вера-то здесь вот такая, она нестойкая, фальшивая, ложная вера. Она неискренняя, ненастоящая. И в результате мы сейчас... А Бог в уме от полного отсутствия Бога. Мы можем в уме напридумывать вот все, что угодно о Боге, но наше представление о нем нас менять и трансформировать не будут. Ни в коей мере мы останемся прежними. Если эмоциональная вера создает еще какую-то, так сказать, видимость того, что мы там за что-то боремся, а тут вот какая-то рассудочность, упорядоченность, философствование, разговорно-духовные темы. А сегодня мы наблюдаем в человечестве такое причудливое смешение эмоциональности, рассудочности, интеллектуальности. Сейчас и священники появляются такие, которые могут очень хорошо, красиво, философски, с короткопостриженной бородкой все тебе о Боге рассказать. Вот все так вот, это все так. Знаете, проповеди такие тебя прочитают. Ну, как его открыть-то? Вот вопрос надо задать. Ну, где? Как мне с ним познакомиться? Приходите в церковь на причастие, вот там будете стяжать дух. Только там. Выйдите из церкви, уже где? Где его стяжать? Нету. Молитесь, поститесь, приходите в церковь, чаще причащайтесь, будете его стяжать. То есть, те сами пастыри, которые не делают этого, да, но они, естественно, не могут объяснить, как, вот, что. Когда спрашиваете практический вопрос, ответа нет. Глупости, говорит, спрашиваете, читайте Писание. Там все написано. Это ответ или нет? Духовно одаренный человек, я подчеркиваю, не может уже довольствоваться этими сказками, простите. Это невозможно. И поэтому, если человек действительно готов к серьезной духовной работе, приходит в церковь, то он походит, походит, а потом говорит, ну, а что, там нет ничего. Мне предлагают читать, изучать то, что знаю. В общем-то, я уже это знаю. Мне нужно что-то делать реальное, чтобы я действительно мог почувствовать Бога. Вот незамечательно сказал Исаак Сирин, что невозможно полюбить Бога, не узнав Его. А вы кого узнаете, скажите. С какой ипостаси Его познакомиться-то можно? Сына я уже не видел, не знаю. Да, отец тоже непонятен. А вот эта ипостась-то духовная, она открываемая. Вот тогда только с Ним можно познакомиться и полюбить. А значит, как Его полюбишь-то? Заочно полюбить непонятно. Только в уме можно, либо в эмоциях. А это фальшиво. Понимаете, в чем вся тонкость? Это очень тонкая вещь. Путь молитвы – это не так просто. Вот молюсь, молюсь, молюсь. Вот я встал на этот путь. И толку не будет. Вы будете всю жизнь молиться. А внутренне не будете меняться. Вы с Ним не познакомитесь. И атеист-атеиста, вот от того, кто не верит в Бога, отличается только тем, что верующий в Бога никогда уже практически не сможет поломать тот стереотип религиозный, который ему внушили. Атеист может найти Бога очень быстро, если пойдет правильным путем. Так называемый атеист. Потому, что у него все равно есть вера какая-то. Он знает, что то, что предлагает – это не то. Потому, что атеизм – это замечательная вещь. В том плане. Что такое атеизм? Атеизм – это когда вот то состояние духовного предложения себя исчерпало. Человек уже понимает, что вот то, что предлагает – не то. Поэтому он становится атеистом. Потому, что нет предложения истинного. Это закономерно. Это бунт внутренний. Против крох. Она – это целая. То, что целого требует. Понятно, наверное, что закономерное явление. Атеизм появляется закономерно вполне. Не потому, что Бога нет как такового. А то форму, в которую его предлагают. Во что его упаковывают. Вот этот человек не верит. Он не может это почувствовать. Реально. В себе. Так вот, сам по себе. Путь молитвы и полная сдача в руки Всевышнего – это наиболее эффективный и наименее болезненный путь постижения истины. Это факт, который позволяет мягко и относительно короткие скроки раскрыть свою истинную сущность и соединиться с Божественной. Так вот, на этом пути, главное на этом пути – это безоговорочная сдача в руки Божественной силы. Без условий. И именно эта сила, когда ты ей сдаёшься полностью, она трансформирует, обожествляет всё наше сознание, наше тело. И полная сдача Всевышнего приводит к быстрому умолению эго. То есть, эго убирается уже по ходу начала работы. Не к моменту духовного рождения, там как медитативным путём, кто идёт, конфликт между эго и психическим возникает острый. Большое эго и душа выросшая. А здесь эго умоляется, и само духовное рождение очень простое, потому что переход – другое состояние. Мягкий, абсолютно безболезненный. Вот. А многие ли изначально, если уж говорить, могут довериться и искренне сдаться этой силе, и что бы с вами не происходило в жизни, за всё её благодарить? Многие ли изначально могут это сделать? Вот так. Я думаю, что опять-таки единицы. Значит, если вы будете оказывать ей неполное доверие, то надо по-русски говорить – нет доверия. Не может быть доверия там неполное. Либо есть доверие, либо нет доверия. Если вы будете с недоверием относиться и идти путём молитвы, никогда никуда не придёте. Никогда. Когда будет вам казаться, что вы при деле, при Боге. Не откроете. Зато многие с лёгкостью хватаются за словесную молитву и с её помощью надеются познать Господа и заручиться его к поддержке. Ну, несомненно, так сказать, по каким-то житейским вопросам, естественно, но в первую очередь. Это очень наивно. Что интересно, что люди преуспели в создании модели Бога по своему образу и подобию. Когда спросят человек, ну, какой Бог? Вот, начинаете объяснять, каким он должен быть. Бог, естественно, представляется добрым, отзывчивым, таким, сяким. И когда люди эту модель придумают так для себя, то они, соответственно, верят в эту модель. А что такое верить в модель Бога? Это значит, верить выдало. Язычником быть. Ты придумал и веришь в то, что ты придумал. Это что? Это язычество, наверное? Бог надо открывать, а не придумывать, каким он должен быть. Да? Не лепить его. Ну, как идола вырубили, так и можно Бога в уме придумать. Что он обязательно должен быть добрым. Что он обязательно должен вот вам всё вот, если вы ходите в церковь или молитесь, всё вам на поднось приносить. А вы хоть искренний шажок к нему один маленький сделали, только от него требуйте. Требуйте от той модели, которой вы придумали, чего-то. Льгот каких-то для себя. Вопрос очень серьёзный. Вот в отношении с Богом-то с ним не шутят. Моделируют Бога, да. И рождается фальшивый принцип. А люди что требуют в основном? Чудес, благ и сытой спокойной жизни. Больше они ничего не требуют. Здоровье там ещё плюс. И рождается фальшивый принцип. Ты мне, я тебе. Я молюсь, а ты мне дай то, что я хочу. А у Господа ведь одна задача. Вернуть нас на путь истинный. Он нас должен бить, лупить, ломать, крутить, но вернуть на путь. Поэтому он кажется жестоким порой или каким-то немилоседным. Хотя мы ждём от него милосед. Я задаю, что у него всего одна. А если мы не понимаем этого, требуем от него что-то всё время, иждивенцами хотим стать. С ним не шутят. Это не шутка. Ладно тех людей, которые, ну я всегда говорю, они, будем говорить, эмоциональные, духовно тупые люди, они могут что угодно делать, им ничего. А человек с тонкой организацией души, он должен своё истинное предназначение в этой жизни реализовывать. Он это не реализует. Его будет больно бить, и болеть будет, и страдать будет, и неприятности у него будут. И Бога он будет тогда ругать. Если он его не открыл. А следует фальшивому принципу вот этому. Дай мне, а от меня, ну что, я верю. Каким местом-то верим? Временами нас действительно больно бьёт. Мы начинаем роптать, сетывать на его жестокость, немилость. Мы ждём его любви и милости, а сами ни шага искреннего малейшего навстречу ему не сделали. Нет. Никаких действий, по сути. Значит, не надо строить Бога в имени, не надо от него ничего требовать. Надо просто познать эти правила божественной игры и принимать его волю. Сдаваться на его волю. Вот то, что, так сказать, в полном объёме путь молитвы является собой. Вот мы сегодня попробуем об этом серьёзно поговорить. Так вот, крах России, крах вот этой царской России, Романовской империи, он как раз пришёл по причине фарисейства вот всей этой церкви, которая абсолютно была бесплодна. К концу 1917 года полностью был государственный инструмент, было министерство церкви, священный сенот. Было более тысячи пунктов закона о том, как надо верить в Бога и как исполнять все вот эти, куда ходить, как ходить. Более тысячи пунктов в законе от церкви было. Представляете? Государственное. Это мыслимо, это нормально? Где же свобода совести? Где же свобода, так сказать, духовных исканий? Где творчество? У тебя всё предписано, вот, по пунктикам. Представляете? Это хуже Ветхого Завета было в России. И ударили, ещё как ударили, всё это поле пересеяли, всё смахнули, всё сначала. Только по причине абсолютного духовного бесплодия. Так что он не такой, какой его придумали. Когда Олег Николаевич Толстой написал письмо, у него своё было понимание Бога, превратное, неправильное. Он вообще не признавал воскресшего Христа, у него там свои были заморочки. Но когда он написал вот такое письмо, где развенчивал вот ту церковь российскую того времени, и письмо замечательное, вот в следующей книге нашей я письмо решил поместить как приложение, просто интересное его письмо. Так вот он сказал замечательное, вернее, он высказал все свои претензии к церкви, практически все они справедливы, а митрополит Вениамин, митрополит Санкт-Петербургский сказал, что вот церковь покажет, что она права, вам какой-то Толстой. Вот, но оказалось-то прав, Толстой оказался, в 17-м году-то церковь не показала, что она права. Она потерпела крах, он этот крах предрекал. Видите, какие ситуации происходят. Так Россия побила, дитя любимое Бог побил, потому что народ, которого должен духовно плодоносить, он абсолютно ничего не давал. Он с 16-го века перестал плодоносить. И Романовская династия все вот пришла к своему концу. Когда говорят о Лене, что такое? Лене Россию спас. Спас Россию, в которой не было никакой власти, просто никакой. То есть, страна была бы расчленена на колонии Англии, Франции и Соединенные Штаты. Они финансировали белое движение, не из-за любви к нам, а для того, чтобы оттяпать одну территорию в другую. И он стал в России сырьевым придатком, как и сейчас пытались сделать. Когда еще вот о Сталине, о методах не говорим, он укрепил и сохранил государственность. Вот две фигуры, которые сохранили нас вот в том состоянии, в котором мы сейчас есть. Мы не говорим сейчас, черное, белое, хорошо, плохо. Вот результат по итогам. Ни за, ни против. Если по истории смотреть, вот все. Нам сохранили, сохранили вот эту эволюционную Ниву. И мы сейчас имеем возможность в этом направлении работать. А иначе что? Придя к власти Троцкий, тут было бы... Ой-ой-ой. Сталин в основном боролся с Троцким. Когда начинаешь изучать историю глубоко, вот из первого источника, тогда понимаешь, сколько сложностей вообще было. А не просто хорошо-плохо, черное-белое. Методы плохие, методы хорошие. Кто мог усмирить в 20-е годы российскую вольницу, вот ту анархию полную? Только методы, ну, такие, насилие по-другому неважно. Любая власть, какая бы ни пришла. Там вольница такая была, анархия полнейшая в крестьянстве. А страна крестьянская, неграмотная страна. 80% читать не умели. Что вы хотите? Пар какой был выпущен? Души не росли? Когда души должны расти, они не зреют? Внутренний взрыв какой? Если нет плодоношения духовного, предписанной, так сказать, державе. Поэтому и происходило вот то, что происходило. Причём в самом феноменальном варианте. Это как взрыв был. Нигде, ни в одном народе такого не было. Потому что нам надо долги отрабатывать. И за Романовых, и за прочих. Правда, династия искупила. Вот смерть императора была действительно кармически искупительной. С семьёй. Официальная церковь считает, что путь молитвы и преданности Всевышнего – это единственный путь постижения Бога. Что других путей не существует. Что все пути, иные пусти, постижения истины – это от дьявола, ведут к погибели. Но, как ни странно, они правы, но правы лишь отчасти. Действительно, с определённого этапа продвижения по пути сознательной эволюции, а именно с момента духовного рождения, независимо от того, с помощью какой формы работы вы подошли к духовному рождению, с этого момента реализуется исключительно путь абсолютной преданности. Другого пути нет просто с момента духовного рождения. Но как подойти к этой точке? Есть другие способы подхода. Вот мы уже говорили об интегральном пути сознательной эволюции. Подойти к этой точке можно и другим путём. Но обязательно познакомившись с этой силой, с божественной ипостасью, открыв её, не просто, так сказать, философствовать на эту тему, а открывать реальный источник божественного. Понятно, наверное, да? А вот потом он разогревает души, истремления, там всё идёт, там уже процесс начинается, ну, уже спонтанно. Ира-человек претерпевает духовное рождение, для него уже вопросов нет, что кроме этого пути никакого нет. Полная сдача только. Всё. И я твой. На всё твоя воля. Его не надо уже убеждать. Всё. Он просто понимает. Ну, неважно, каким путём он даже подошёл к этой точке. Для него с этого момента всё только одно. Правильно я говорю? Вот тут интересные сегодня переживания мы тут обсуждали. Так что церковник Аптодукса не правы в том, что сегодняшний человек, значительно отягощённый рассудком, может сразу начинать с пути молитвы, с пути искренней преданности. Ну, не может он. У него пока тут ещё вот то, что о Боге-то он понимает, в голове не опустилось ещё туда, куда нужно. Вот это факт. И не всякому дано. А достучаться надо до каждого. Да? Ну, до каждого, кто созрел в душе, надо до каждого достучаться. Значит, надо дать им варианты, этим людям другие подойти к этому. А иначе они будут на обочине. Эволюция – это преступно. Правильно? Отвечать-то придётся всё равно, рано или поздно, каждому индивидуально. Коллективно в стадии мы уже ответили. А настало время индивидуального ответа каждого теперь. Если раньше, во времена раннего христианства, во времена пребывания человечества в поле витальности, когда рассудок и интеллектуальные знания ещё не заполнили наше сознание, ну, человеческое сознание, путь молитвы и преданности, путь сердца был более доступен многим. Потому что высшая витальная и вот путь молитвы где-то они вот, ну, где-то рядом там. Да? Высшая витальная и истинная сущность, они вот здесь. А как только в рассудок переместилась наша с вами жизнь, отсется уже далеко. Да? Есть уже расстояние. Ой, это расстояние надо как-то сократить, каким-то образом надо туда опуститься. Только нисходящий поток, откуда дух наш может туда опустить. И познакомить нас с Богом. Другого знакомства быть не может. И вот то, что мы рекомендуем, иные методы работы на пути сознательной эволюции, позволяет начать вот эту работу эволюционную и сознательную каждому, кто имеет на то стремление. Таким образом, существенно увеличивать число тропинок, которые способны вывести людей на эту дорогу. То есть, чтобы никто не оставался брошенным. Для тех, кто не способен следовать путем молитвы, предлагается интегральный путь сознательной эволюции. Вот то, что предлагает Джиду Крешнамутти, активная медитация. Так вот, невозможно одной верой в Бога и в новый приход Спасителя, если эта вера исходит не из сердца, не из истинной сущности, а из ума или из эмоционального существа, трансформировать и открыть истинную любовь. Когда говорят, это путь любви, путь любви. Вот как вот путь любви? Церковь говорит, любите друг друга, учитесь любить друг друга. Как это учиться любить друг друга? Вы можете напрячься и научиться любить друг друга. Можете вот собраться и сказать, вот я буду любить, ну неважно, ну бомжа, например, там, или еще кого-то. Можно вообще научиться любить? Если хорошо постараться, можно научиться любить? Конечно, не научишься. А вот увидеть то, что мешает нам любить, а мешает нам наше эго, да? Мы можем. Наша исключительность. Ну как же, ну... А вот, чтобы это эго каким-то образом растворить, неинтересовать, действительно нужна сила. Мы не можем, так сказать, открыть эту любовь. Мы должны увидеть, что нам мешает, а уж любовь эта открывается. Ее невозможно культивировать, она должна быть открыта. Снимается покрова эго с нас, и истинная сущность, она уже и проявляет себя в части любви к ближнему. А учиться любить, это все равно, что бороться со своими недостатками. Да? Бороться, борешься, борешься, и ты туда, 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 они опять туда, и они опять. Учиться любить, это вообще самое глупое занятие. Попробуйте, это вообще просто идиотизм какой-то. Учитесь любить. Вот уже столетия церковники говорят и спорят о стяжании Духа Святого. Говорят о том, от кого он исходит. От Отца и Сына, либо только от Отца. Православные говорят, что Он только от Отца. Католики, что Он от Отца и Сына исходит. То есть, какие-то теоретические вопросы, но вот как стяжать, никто на самом деле не может сказать. Естественно, те, кто этого не делает, не понимают, как они могут объяснить вообще, как это делать. Только теория. От кого Он исходит. Ну, читаем Евангелие, да, там Иисус говорит, я вот пойду к Отцу, и Он, Отец, вам пошлет Утешителя Духа Святого. Потом, когда Он явился своим ученикам после воскресения, там есть фраза, Он дунул ученикам, и Духа Святого дунул. Значит, Он дунул от Него тоже, наверное, исходит. Ну, вот православные считают, что это не исходит от Него. Вот католик говорит, исходит. Принципиальный вопрос, вот споры, диспуты, там конференции собирают, исходит или не исходит. Понимаете, как детство какое-то. Тут недавно, совсем недавно, я читаю какой-то там вестник есть, католический. И там был собран вот этот вот совет кардиналов, папских, и какое-то совещание. Там серьёзный вопрос стоял на повестке дня. Надо ли молиться за умерших младенцев, которые попадают в чистилище, чтобы они попали в рай. Либо они автоматически попадают в рай, минуя чистилище. Вот надо ли этот вопрос решать. Вы представляете? Решали там несколько дней, потом решили, вроде бы не надо, потому что младенец, он невинен, он сразу в рай. Так что не надо за него молиться, он уже там определён на то место, где ему он бляжет быть. Вот такие вопросы решает церковь. Ну, католическая, например. Вот этими вопросами занимается всерьёз. Это самое главное. Важнее вообще трудно что-либо придумать. Вот насколько, насколько вот эта вот ментальная часть вообще заслонила живого Бога и вообще всю эту живую веру. Насколько это пронизывает всё это. У нас какое-то вот такое всё равно магическое отношение. Там же это всё вне критики должно быть. Это же там всегда всё правильно. Там же не может быть. Как у меня мама говорит, ну, в газете правда, ведь в газете же написано, там же не может быть неправды. Это раньше. Сейчас мы знаем, что бывает в газете неправда, да? Или правда его чуть-чуть. А тогда, ну, там же написано. Ну, там же вот они же решают. Они же знают, они же там при Боге, они рядом. Оказывается, они не рядом, в общем-то. И об этом говорили все святые статцы, критиковали ещё как византийскую церковь. Симеон Новый Богослов как критиковал. Когда я прочитал, я просто увидел, он их раздраконил вообще напрочь. Он от имени Христа, вот Христос пришёл на землю, как он драконил всех этих вот церковных там, этих, воротил, простите. Византии, что они творят. Только занимаются этими стяжаниями всякими, вот этими имущественными, делят богатство, монастырские и прочее. Больше ничем не занимаются. Все истинные эти самые праведники, они всегда были в оппозиции, в чём жёсткой конфронтации с церквой. Вот Серафим Саровский действительно был смиренный бунтарь. Он был противником этой церкви. Его замалчивали, и вообще противник форм работы с паствой. Его замалчивали как до невозможности всё время. Обвиняли в подмётные письма, писали, что он там и молодых девушек соблазняет, и лес ворует, и ещё там что-то делает. Комиссии приезжали, проверяли. То есть, смотрите, как только появляется оппозиция внутри, сразу блокирует всё. Вне критики. Только бог там волен что-то делать с ним, критиковать их. А если ты не выполняешь свою главную задачу, надо признаться, либо ты покаясь, либо, я не знаю. Стяжать их не учили пастыри. Значит, утрачено это искусство стяжания вообще. Конечно. Так оно и никогда, и... Ну, потому что когда человек будет стяжать, ему не нужен коллектив. Ему не нужно стадо. Это индивидуальная работа. Он уже не идёт, не срайм, монахи удаляются. Они ходили-то вот на общие все эти службы-то с Серафимом Саровским. Его там палкой гнали просто туда. Он духом причащался. А ему говорят, ты не причащаешься, не ходишь, значит, ты от Бога отпал. И он с этими, с больными ногами, с больной спиной вынужден был вот ходить. А потом вообще его переселили туда и говорят, нет, всё, ты не ходишь. Это ты соблажняешься и воскушение вводишь. Сам от Бога отпал. И других пытаешься оттуда отвратить. Очень сложные вещи. Хотя вещи очень простые. Делай то, что надо делать. Вот всё, проблем-то не будет никаких. И официальная церковь с момента её зарождения, то есть со времени апостол Павлу, по сути, в угловую власть ставила веру в Иисуса Христа как спасителя и в любовь как средство спасения. Вот он спаситель, он уже всё спас. Вот, а вы любите друг друга, верите, что он воскрес, что он, вот, всё, и вы сами спасётесь. Это весьма упростило задачу расширения числа верующих, приверженцев к христианству. Несметное количество появилось верующих иждивенцев, которые понадеялись, что Иисус уже свою миссию выполнил, искупил вину, взял наши грехи, понёс их и несёт, несёт до сих пор. Всё. А нам, что и только верить, что он это сделал. Ну и вести себя ещё прилично, там, не убей, не кради, там. Ну и то избирательно. Кому-то, если можно украсть, то можно. Официально. Так что человек способен убедить себя в том, что он верит и любит, но его вера и любовь, если они исходят не из истинной сущности, а из ментальной или витальной, это ничего не стоит, в общем-то. Слепая вера и неверие – это одного поля ягоды. Я говорю, что проще атеисту встать на истинный путь, чем те, кто наработал религиозные стереотипы поведения, выйти вот с этого замкнутого круга. Так что, если вы честно себя признаетесь, что вы ближнего любить не можете, ну, хорошо, это замечательно. Честно признались, да? Можете ли стараться его полюбить тоже, если пробовали, не получилось. Можно ли стараться любить сильнее, тоже, наверное, не получается. Вот люблю, но вот сильнее как-то любить. Вообще, это категория такая, любовь, да? Настолько она сейчас, как бы, заезженная, вот так. Каждый понимает под любовью, ну, своё, что он понимает, да? У каждого своё, понимаешь. Сейчас напишите, что такое любовь, и одинаково ничего не найдёте, да? Вот любовь, 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 любовь. А нам всё об этой любви говорят. Любовь нельзя культивировать. Вот либо любишь, либо нет. Пытаться любить с самого начала, обречь себя на неудачу. Так вот, любовь, повторяю, нельзя культивировать. Её нужно увидеть то, что мешает, то, что мешает нам любить по-настоящему, мешает эго. И вот отсюда начинать работу. Что способно трансформировать наше эго? Какая сила? Мы сами? Нет. Именно вот та сила, Дух Святой Божий или Божественная сила, которая способна нас изменить. И, в общем, главная задача человека – это разобрать в своём сознании вот эти псевдорелигиозные нагромождения, дать шанс себе спастись. И если, так сказать, кто-то взялся за эту проблему, то надо, наверное, открыть вот эти завалы-то. Всё-таки то, что во времени нагромождено, наслоено, там много-много всего наслоилось. Ведь там от Божественного-то осталось кроха. В основном это человеческое решение. Человеческие собираются в собор, решают, там голосуют по поводу чистилища. Я уже говорил, там, кого куда отправлять, как там сортировать кого. Это чисто человеческое уже решение. В практическом смысле всё куда-то ушло. Не случайно христианство утратилось. Оно всё размылось, его нет. Но оно сохранено. Сохранено вот там в глубине, в самой сокровенной глубине. Там родник этот есть, его надо просто, чтобы ключ оттуда этот забил. Вот именно вот в древности оно там и есть. Вот тот источник-то, он там. Только его вот взяли, всё, болото устроили, там, илом, всё сверху. Замаскировали. И не найдёшь его, где он? А он есть. И многомиллионная армия приверженцев, я не говорю истинно верующих, а именно приверженцев христианства, за два тысячелетия, казалось бы, должна была изменить мир к лучшему, однако этого не случилось. Не случилось, потому что произошла ловкая подмена. Ловкая подмена истинной веры. Вера в то, и что Иисус есть путь истинной жизни. Вера и фальшивая, и обывательская. Вера иждивенческая. Иждивенческая. То есть, тот лукавый добился своего, и в слепоте своей люди приняли вот этот суррогат религиозный из-за откровения живой церкви Христовой. Я всегда говорю, вот, может, Бог меня накажет, да, что нельзя путать религиозную организацию, вот, христианскую церковь, с живой церквью Христовой. Это та церковь, которая не имеет ни организации, ни границ. Это люди, которые находятся на территории души. Вот это и есть церковь Христовая. Иисус об этом и говорил. Не организацию Он имел в виду, а ту территорию, на которой находится наша душа, родившаяся. Вот это самое главное. Это и есть церковь Христовая. А всё остальное – это от человеков, от людей. И, безусловно, церковь сыграла свою выдающуюся роль в части, так сказать, политической организации. Потому, что вот это человеческое стадо, именно христианская церковь, вот в таком, так сказать, его варианте, действительно, безбоязненности и вольности анархии, всё-таки привело в какие-то рамки определённые. Государственность возникла, ну, более-менее регулируемая. То есть, эта политизированная церковь, она сыграла, безусловно, свою роль в человеческом обществе. Нельзя отрицать это. Но духовное плодоношение – это задача номер один. И если церковь это не даёт, то какие-то иные должны быть пути. Появляется что-то иное, чтобы это плодоношение, в конце концов, состоялось. Потому, что иной задачи у нас с вами, у человечества, иной, так сказать, ну, как бы, цели не существуют. Не просто размножиться, пожить и помереть. Должен быть дан духовный плод на тонкий план сознания. Вот и всё. Если эта задача не выполняется, значит, соответствующие катаклизмы будут происходить. Как в душах отдельных людей, так в народах, в человечестве в целом. Задача должна выполняться. Замечательно, сказал Иоанн в Евангелии словами Иисуса, что Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в Истине. Вообще, Четвёртая Евангелие – это что-то фантастическое. То есть, апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса, единственный из всех апостолов, он был самым молодым, он прожил долгую жизнь, единственный реализовал в полной мере учение Христа. То есть, он имел возможность всё сделать вот по тому, как говорил учитель. Всё сделал. То есть, его откровение – это итог всей проповеди Христовой. Потому что Иисус ничего не оставил письменно. Вот в письменном у нас источнике Евангелия Таана. Это его итог работы. То есть, он в течение своей долгой жизни реализовал этот путь. И имел право говорить, имел право говорить то, что он узнал от Иисуса, и свой опыт духовный передать. Вот Евангелие Таана – это вообще удивительная вещь. Я повторяю, что это квинтэссенция, это истина христианского учения. Он там метода никакого не даёт. Если где-то мы читаем в Матфеи, в Луке, вот что надо делать, как себя вести повседневно, что не надо делать, вот, ну, такие ветхозаветные моменты, то когда я попытался в Евангелии Таана увидеть рекомендации какие-то, ну, знаете, вот, ну, что он говорит, что надо делать. А он говорит, смирение, больше ничего нет. То есть, полная сдача в руке ты сил на всё твоя воля. Всё, другого метода нет. Сдаёшься полностью, вот тебе и квинтэссенция христианства. Другого нет. Как сдаваться? Что сдаваться? Чего открывать? Где, как? Ну, церковь не говорит. Иван Глета, ну, вот оно есть, а вроде его нет. А Ветхий Завет, пожалуйста, тебе, как в Уголовном кодексе, любому твоему поступку, там находится оправдание в Ветхом Завете. И агрессия, там, и прочее, там, и кого-то можно и убить иногда, да, за плохое поведение. Ведь Бог же там убивает, там, кому-то Иисус-то совершенно другому же говорил. Если ты начнёшь, начнёшь, так сказать, вот, в себе, для себя делать исключение по каким-то вопросам, ну, праведный гнев, допустим, проявлять, то ради Бога проявляй, но не соединишься с Богом никогда. Поставь другую щёку тоже. Ну, как так, вот, нас бьют. Ради Бога, кто не подставляет, не подставляет. Если ты подставил, значит, всё в порядке. Ты спасёшься. Он очень чётко разграничил. Он поставил этот водораздел между Ветхим Заветом и Новым. Очень чётко. Штучные плоды должны быть. А когда ты читаешь, просто потрясаешь, ты видишь, насколько, насколько это, ну, всё соответствует истине, если ты сам этот путь проходишь и видишь, что по-другому нельзя. Я не могу сохранить праведный гнев, не могу, вот, иначе у тебя не будет ровности. Где она? Откуда ровность берётся? Судить ближнего или ещё что-то? Как только ты впускаешь эти вибрации, всё, поток прекращается, ты не в Боге. Невозможно сохранить праведный гнев и связь с этой силой. Невозможно, не бывает так. Нету. Сразу в помойку опускаешься. Мгновенно. Вот на поле врага. Всё. А там враг сильнее. Они сильнее. Надо стоять над полем. Другой вопрос. Над ним. И вот тогда есть влияние и возможность повлиять и изменить. Как только на поле врага своим праведным гневом, всё, тебя нету. Съели, убили. И духовно убили, и физически тебя не бывает. Тонкости вообще удивительные, феноменальные. И никаких парадоксов нет. Он просто говорит, вот так надо делать, и всё. Исключений не делается. Если вы имеете сердечную веру, если вы имеете сердечное стремление, если вы абсолютно искренне, только тогда вы можете следовать путём молитвы и полной сдачи. Только при этом условии. Если действительно вы имеете сердечное стремление, абсолютно искренне, готовы сдаться полностью в его руки. Тогда с этого можно начинать. А если вы просто будете заниматься такой ритуальной гимнастикой, молитвой утром, в обед, вечером, будете регулярно три раза в день о Боге вспоминать по расписанию, регулярно ходить в церковь, то лучше ничего не делайте. Либо выберете иную работу, форму на пути, или просто ничего не делаете. Вот я для себя сделал вывод, что если человек в течение минут или пяти минут ни разу не вспомнил о том, что есть что-то над ним, вот Бог где-то, не знаю, в нём или над ним, ни разу не вспомнил о Боге в течение пяти минут. Ну, в этой жизни нашей, суетной, то путь сердца начинать с него нельзя. Потому что надо это ощущать, что он есть. Это не в словах ощущать, не в воспоминаниях, в молитве, а что его присутствие надо чувствовать. Вот тогда это твой путь изначально первый, ты с него можешь начинать. Ты о нём вспоминаешь всё время, может ещё пока не очень предметно, но чувствуешь его присутствие. Чувствуешь, что что-то есть, это есть. Так вот, путь молитвы и преданности, это действительно кратчайший путь к Богу, путь мягкий, безболезненный, и быстро он приводит к полному растворению эго. То есть, ты сдаёшься, 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 эгоистическая сущность твоя уходит, а чем меньше я, тем больше Бога, чем меньше эго, тем больше любви, любовь начинает просыпаться. Вот она больше, больше, больше умаляется эго, открывается вот тот орган, который способен любить. Убирается я, убирается эгоистичность. Путь молитвы максимально, так сказать, короткие сроки способен убрать. Ты сдаёшься, открывается сердце, и появляется любовь. То есть, открывается она. Этот путь органично вписывается во всю нашу повседневную жизнь, там не надо никаких специальных вещей, там каких-то творить, да, ты просто живёшь, живёшь в этом состоянии. Если нам надо где-то медитация, там активно ещё что-то, вообще надо постоянно помнить, но вот сам путь сдачи, он и путь, и путеводитель, и истинность, совершенно искренне всё получается само по себе. То есть, практически в жизни ничего не надо менять, никаких специальных вещей делать особо и не надо. То есть, органично это вписывается в нашу повседневную жизнь. И следует этим путём, как правило, те люди, которые имели уже значимый религиозный опыт в прошлых вопрощениях, у которых этот опыт уже есть. Вот они пришли на землю что-то доделать, доработать, а опыт этот уже есть. То есть, с юных лет стремлению к Богу научить невозможно, с этим рождаются. Вот он пришёл, я с многими молодыми людьми разговаривал, они, как правило, все начинают пытаться работу на пути, начинать с медитации, а потом говорят, ну, мне проще молитвы, я могу уже сдаваться. И сразу в глазах-то видно, что он не новичок в этом деле, что ему не надо учить, он уже пришёл готовый, только ему нужно вот сейчас это реализовать. Сейчас много такой молодёжи. Вот эти посеянные семена когда-то, а когда они были посеяны? Вот все тяжёлые годы, вот здесь, на нашей с вами территории, сколько было событий таких, да? Любая смерть героическая на фронте, там, защита Отечества, это всегда человек уходящий на тонкий план, душа его уходит уже, ну, как бы вот, идущий на подвиг. Если человек риской не идёт защищать Родину, то он понимает, душа, что смерти нет, он идёт не просто из-под палки, там, за град отряда, пулемёты, спину, это тоже такие сказки. Иногда рассказывают, говорят, что вот все шли там под пулемётом, что искренне Родину защищать вот ту никто не хотел, такого не бывает. Духовно зрелый народ идёт не из фанатизма её защищать, а душа знает, что смерти нет, и идёт психогенетическая такая связная реакция, это психогенетика. Душа вот на генетическом уровне, на психологическом, генетическом уровне определённого народа, она пробуждается. Соботное православие не случайно было на Руси, соботное коллективное. Но индивидуального было мало подношения, а коллективное, коллективе, рост душ приостанавливается. Но, тем не менее, это сила. И сейчас вот есть уже такие люди, которые действительно прошли через эти воплощения. Не будем, так сказать, здесь какие-то персоналии или пытаться какие-то там выдумывать механизмы, как это происходит, неважно. То есть, человек, который защищал Родину, защищал её искренне, абсолютно. Ведь люди уходили добровольцами, слепые, хромые, говорят, вот дайте винтовку, я туда иду. Не потому, что они просто так ни в Алма-Ате, ни в Ташкенте не отсиживались, а просили снять с них все эти брони и идти туда. Это посев, духовный посев, во многом. Он должен реализовываться. Какая героика была в то время. А сам построение вот того же социализма. Ведь народ, на самом деле, он не перестал верить в Бога. Он перестал верить в Бога, который предлагала ему та церковь. Он поверил в земного Бога. Вот пришёл Бог и сказал, сейчас мы построим здесь царство Божие на земле. То есть, вера была переориентирована. Всё. Народ не стал атеистом. Просто вот сам по себе это религиозный подъём был от построения вот этого общества. Социализм, вот всё укрепление, сохранение государственности. Это же был подъём, действительно духовный подъём. Не просто идиоты какие-то там поверили в какую-то фальшивку. Ну, народ, он идиот, он в фальшивки верит, вот и поверил. Нет, это совершенно другое. Это метафизический, метаисторический, это совершенно, так сказать, проведенческий акт. Люди верующие были. Верующие в конечную цель и полностью себя отдавали. Согласны, наверное? Это метаистория. Это то, что нам не видно. Мы-то видим то, что на поверхности. Пытаемся это анализировать, анатомировать, не видя вот тех вот течений глубинных. Ну, а теперь непосредственно о том, какие используются формы работы или практики на пути абсолютной преданности. Это молитва, бдительность или трезвение, покаяние, смирение, терпение и бесстрашие. Наверное, вот эти шесть составляющих. Попробуем четыре основных разобрать, что это такое. Что такое молитва? Но путь преданности или путь молитвы, естественно, открывается молитвой. То есть, молитва, искренняя молитва, сердечная молитва, она непосредственно позволяет прикоснуться к божественному началу в нашем существе. То есть, достучаться до той самой истинной сущности, которая в нас несёт искру божественного огня. Так вот, Иисус даёт своим слушателям и ученикам молитву и даёт им рекомендации, как именно следует молиться. Вот Он говорит. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь, молиться, чтобы показаться пред людьми, истинно говоря вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который втайне...» Что втайне? В сердце. «Который втайне. И Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своём будут услышаны Господом. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Вот такие рекомендации он даёт по молитве. Ясные, по-моему, но яснее трудно придумать. То есть, комментировать их даже смысла никакого нет, поскольку он вполне конкретную вещь говорит. То есть, добавлять ничего не надо. Так вот, искренняя сердечная молитва позволяет достучаться до сердца и открыть тот самый орган, который способен истину воспринимать в полном объёме. Естественным образом, фильтруя, отбрасывая всё ненужное. То есть, чистое восприятие реальности мы способны только через посредство нашей истинной сущности получить. Молитва не должна быть многословной, не обязательно должна иметь даже словесное выражение. То есть, самая лучшая молитва, в принципе, это, ну, я имею в виду, как её произносить? Её надо произносить в уме. Как говорили статцы, через ноздряное дыхание. Что такое? Вот вы набрали воздуха и молча в уме произносите. Ну, на выдохе, да? Через ноздряное дыхание. Это не значит, что вы должны воздух там специально как-то выпускать. То есть, зажав рот, где-то в уме произносить. Понимаете, умная молитва. Умная не потому, что она умная в словах, а в уме она произносится. Поэтому именно субстанции ума или вибрации ума наиболее тонкие. Они тоньше, чем наши словесные вот эти вибрации, да, когда мы говорим. И вот вибрации ума, они скорее, скорее, так сказать, попадают в сердце. Это тонкая структура. И вот если вы молча произносите молитву, то скорее достигается результат. Более тонкая энергия, она проникает в сердце. Именно в уме. Ну, про себя. Про себя. Это очень эффективная вещь. И вообще молитва может быть просто... Вот у меня это было... Так, как я открыл? Что такое молитва? Это просто воспоминание какой-то мысли молнии о Боге. Вот я знаю, что Он есть. Всё, вот вспыхнула вспышечка. Всё. Я знаю мысль. Просто мысль. Что Он есть. Вот о Нём мысль. Я её вспомнил, его, и всё, это молитва. Без слов вообще. Просто вспомнил. И в сердце там всё тёпленько, дома. Вот как я по себе начинал, так сказать, пробовать, вот что такое молитва. И для меня это было просто воспоминание. Я вспомнил, Он есть. И это меня сразу пронзает всё существо. Раз, всё. Молния сверкнула. И там всё. И тепло пошло. А механически повторяемая словесная молитва не достигает сердца и звучит, как заигранная пластинка. Вот вы включили. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну и что? Ну и... А дальше что? То есть, нет вот той тонкости энергетической. Вот это очень тонкая энергетика. Тончайшая. Не просто слова, не просто тараторить что-то. И когда это повторяется бесконечно, то порядком надоевшие песни, в общем-то, бывают. И надоедает настолько, что уже эта надоедливость не замечает. Человек механически это говорит. Вот надо вот сейчас говорить, потом в обед говорить, вечером, на ночь, и быстро-быстро это тараторит. Всё. И уже надоедливость не замечает. Начали от надоедливо, а потом что-то обыденное, каждодневное. А истинная молитва должна исходить, безусловно, из сердца, и теплом ответным растекаться. Если нет ответного тепла после вашей молитвы, если вы что-то там произносите, если в сердце тепла не возникает, то она не искренняя, ваша молитва, это что-то не то. Тепло обязательно должно быть, какие бы слова вы ни говорили. Результат, эффект – тепло. Тепло и молчание ума. Тепло в сердце, и ум молчит. У тебя там энергия. То есть, энергия идёт не та сверху, которая максимум, а вот психическое, оно как бы тоже поддавливает, кверху идёт, в ум входит связь. Когда ты произносишь это в уме, то сразу же эта связь замыкается, и молчание ума. То есть, молитва заставляет молчать ум, и тепло здесь. Вот тогда молитва действенная, она начинает работать. То есть, работающая, то есть, эффективная молитва. Вот надо поймать вот это состояние тогда. Вот он поймал, и всё, вот она, вот молитва. Значит, её можно уже реализовывать. И вот те, кто начинает с медитативной практики, я говорю, ребята признаются, говорят, уже поток идёт, вот, я не могу ничего добавить, молча не могу, а скажу молитву, у меня такая благость, вот такая волна пошла, всё, всё, вот она. Значит, надо убирать медитацию, всё, закончена она, ей больше не нужно. Потом и молитву надо будет убирать, как Серафим Саровский говорил. Но это позже, пока, так сказать, сдача, сдача, сдача. То есть, на всё твоя воля полная, так сказать, приятие. То есть, это творческий процесс. Этому надо учиться. Это надо на себе, на себе в экспериментах, вот, варианты все эти пробовать. Понятно? Это интересно, это вообще замечательно. Ты подбираешь для себя эту форму работы, молитвенную. Можно долго повторять красивые слова, преданность Всевышнему, можно исправно молиться в положенное время, положенное количество раз, соблюдать все необходимые религиозные требования, но быть при этом бесконечно далёким от Бога. Создаётся видимость того, что ты при Боге, но на самом деле это совершенно-совершенно, так сказать, не имеет отношения к тому, что называется пребывание в Божественном. И вот Иисус говорит, что вся ритуальная показуха в синагогах и на углах улиц, чтобы показаться перед людьми, не имеет никакого отношения к истинной молитве. Он об этом говорит. Всё это показуха, вот, демонстрация того, что ты, в общем-то, близок к Богу. Так истинная молитва совершается только в тайне. Аж где бы в тайне мы можем совершать? В храме собственного тела, в своём сердце. Вот эту маленькую церковку мы всегда носим с собой. Куда угодно. Мы её носим с собой. Вот наш вот этот вот храм, маленький храм души, он с нами везде. Да? Согласны? Где угодно. Вот мы есть, остановились, и молитва вот там. Он говорит, молитва совершается в тайне. Потом думаешь, что в тайне, это значит, надо запереться где-то и тайно её совершать. В тайне, тайно это сердце. Вот наша главная тайна здесь. Вот молитва у нас есть в сердце, в тайне. Божественная тайна у нас здесь. И вот там и молитва должна совершаться. Молча. Вот она. Вот эта молитва. Он рекомендует совершенно чёткие вещи. И молитва в тайне не означает забиваться в потаёмной комнате, а там говорить о Боге долго, долго и красиво. Если человек, опять-таки, не вспоминает о Боге хоть раз в 5-10 минут, то он безменно от него далёк. Когда уже это к тебе есть, ты всё время помнишь, что он есть. Я не знаю, никогда не бывает так, чтобы ты вот остановившись, вот просто остановившись, ну, от какой-то деятельности там что-то делаешь, не вспомнил. Ну, она есть, вот и всё. Вот это и есть молитва. Вспомнил. Он есть. И никаких слов даже не надо. Просто вспоминание того, что он есть. А любая словесная молитва, в конце концов, если вы начинаете со словесной молитвы, она должна трансформироваться вообще в молитвенное молчание. Просто, так сказать, молчание и всё. В конце концов. С неё можно начинать. Можно знать слов, потом в уме молиться. А потом она просто вот в тебе живёт. воспроизводится, вспоминаешь о Боге. Это очень тонкая вещь, тончайшая вещь. Научить этому невозможно. Это каждый человек начинает сам на себе, как бы примеряя, пробовать вот эти варианты. И действительно, если есть ответная реакция, он убеждается в правильности того, что он делает. Иисус призывает в молитвах не говорить ничего лишнего. Ибо не в многословии силу молитвы, а в искренности сердечного стремления к Богу. Это язычники своими шаманствующими заклинаниями стараются своих богов умилостивить, там какие-то жертвы приносят, говорят всякие, так сказать, слова разные, пышные. Молитва не должна содержать просьбы. Она не должна быть просительной, ибо, опять-таки Иисус говорит, знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. У Него вполне чёткие рекомендации. Пять этих пунктов. Всё знает Он, чего просить. А когда Он говорит о просьбах, мы там уже будем говорить, да, Он говорит, вот, просить. А что можно попросить? Ну, наверное, укрепить дух можно попросить, да? Ну, это какая-то просьба-то такая, нормальная. Но больше вроде и нечего просить. Самолёта мне не надо, там, Мерседес тоже вроде бы ни к чему. Велосипед есть. Чё просить? Просить-то, если чё-то попросить, вот, туда, а туда тоже вроде бы... Чё просить, если ты с ним связан? Если ты искренен. Но если ты искренен, и просить вроде бы ничего не надо. То есть, молитва, это выражение, должно быть преданности Ему. То есть, полное доверие Ему во всём. А остальное Ему всё известно. И человек часто оправдывает свои корыстные просьбы Богу своим стремлением помочь близким. Ну, неужели вы думаете, что он не знает, что близким нашим надо, да? Неужели он не понимает, что страдает там кто-то? Ну, можете, конечно, попросить, да? Ну, бывает так, слабость такая маленькая есть. Хуже, наверное, от этого не будет. Но знает он всё, действительно, кому что надо, кому что отмерено, для кого что, какая педагогика лучше. Бывает, люди только через болезнь способны, вот, как крайний вариант вот такого принудительного, что ли, возврата человека на путь истинной болезни. Люди, зачастую, через болезнь начинают действительно по-настоящему как бы обращаться к Богу. С полной искренности, исчерпав уже всё. Не просить излечить о болезни, а покаяться в отпадении от Господа, что, мол, я вот от тебя отпал, поэтому это я и получил. Не просто исцели меня, а понять причину. А причина отпадения от него, вот и всё, от него. То есть, масса тонкостей, вот интимное общение с Богом, это вообще, ну, поле совершенно фантастической деятельности. Вот если вы научитесь это делать, своими словами с ним разговаривать, разговаривать, не как по книжкам, есть такая книжка, «Разговор с Богом». Вот там написано, как надо с Богом разговаривать. Ну, это какой-то абсурд. В общем, программа «Разговоры с Богом». Это самый справочник по разговору с Богом. Ну, неужели мы сами, если мы к Богу обращаемся, должны чужими словами к Нему обращаться? Он скажет, «Вы что, с ума сошли, ребят? У вас что, своих слов-то нет?» Ну, молчить хотя совсем, тогда будет самое лучшее. Молчание – самое лучшее обращение. Вы себя предаете в его руки. Единственное, что можно просить Бога, так, наверное, это укрепить ваш дух и дух тех, о ком вы так страшно печетесь. Это действительно стоящая просьба. Я думаю, что это не то, что вымаливание каких-то льгот у него или подачек. Именно для себя. Вот я для себя прошу. Так вот, смысл молитвы сводится к полной сдаче в руки Господа. В готовности принять все, что Он для нас уготовил. Ибо только Ему одному известно, что не повредит нашей душе. То есть, мы готовы от Него принять все. Он только знает, что нам не повредит. Не дает чего-то, значит, это повредит. А когда надо, даст. То, что не повредит, всегда дает. Потому что человек, который далек от Бога и живет просто своей жизнью, витальной жизнью, физической жизнью, вот он не вступает с Богом ни в какие отношения, живет как живет. И ни Бог его не слышит, он к нему не обращается, ему и не надо. Вот жизнь у него своя у этого человека. Но если вы уже созрели в духе и действительно встаете на этот путь, то там отношения у вас с ним уже другие. Ответственные отношения. Там уже безответственности такой не бывает. Другой человек может безответственности попросить что угодно. Это его дело. Ему прощается. А вот вы-то должны знать, что нужно на самом деле. Что он от вас хочет. Именно от вас он хочет конкретно. С другими он там по-другому обращается. Никогда не смотрите, как другие живут или что с ними происходит. Вы один на один с ним. Это чисто индивидуальная работа. Я подчеркиваю, что это не коллектив уже. Сдаваться надо без всяких условий. Если сдача лишь на словах, а не на деле, то молитва не будет у вас разливаться теплом по телу. Если вы скажете молитву сдачи, она будет метва, она будет лицемерная. Если вы не сдаетесь на самом деле, а говорите, что я сдаюсь, никакой ответной реакции не будет. Просто ее не будет. Вы скажете слова, но они и так и останутся словами. А если уж на самом деле, то и тепло, будто и слезы польются. И не надо стыдиться. Слезы – это роса души. Если они не эмоциональны, не витальны, это роса душа, она вот у нее роса есть. Слезы – это ее роса. Слезы умиления, как говорили статцы, они идут. От чистой молитвы всегда идут эти слезы. Ну, у кого-то они наветтываются, у кого-то текут, у кого-то просто тепло. То есть, варианты всегда есть, потому что говорят, ой, почему я не плачу. Ну, тепло, не плачешь, значит, ну, тоже все в порядке. А то вот у кого-то слезы льются, а у меня не льются. Не надо никогда сравнивать, у кого и как, потому что чисто индивидуальные проявления могут быть, безусловно, да? Диапазон весьма такой бывает широк. А если благодать вот окутывает, и тепло есть, значит, все, молитва достигла, достигла цели, она действует. И сердце – это ведный индикатор искреннести молитвы. Только там возникает обратная связь. Если молитва действительно доходит до Господа, то есть, до Господа в вас, до вашей истинной сущности, то только из сердца может исходить это тепло, которое вызывает порой вот эти слезы умиления. Только оттуда. Значит, туда все правильно. И искренняя молитва сердечная, она должна твориться. Я даже слово «может» не говорю. В любых условиях, при любых обстоятельствах, в любом месте, каждое свободное мгновение, как мы говорили о практике активной медитации, каждое свободное мгновение вы пытаетесь останавливать. Тумб, так же и здесь. Каждое свободное мгновение остановились и в храме собственного сердца, молитва, где угодно, на Базарина, где угодно, где пришли, там с вами, всегда церковь есть. Внутри вас этот храм. Все. Свободное время остановились и на все воля твоя молча. Вот оно. Волна пошла, закачались. Пошли дальше. Остановились. Есть свободное время? Сделайте. И тогда нисходящий поток вот этого духа, вот той силы, польется действительно звенящим ручейком в вашей макушке. С двух сторон будет, и навстречу идет изнутри и кверху. То есть, встречаются эти два потока. Это наиболее эффективная форма. Это даже не механическая, вот что-то медитативная это несколько механистичная форма работы. А здесь она другая. Что-то другие ощущения бывают. Другие. Более, что ли, более феноменальные, более благодатные. Проявляется это в большей степени. Вот это тепло, вот эти вибрации. То есть, по сути, вот этот теплый поток, который и сверху идет, и снизу, вот со стороны сердца, он заставляет молчать наш вечно беспокойный ум. Безусловно. И если человек начинает работу на пути сознательной эволюции с использованием практики нисходящей медитации, позволяющей в короткие сроки открыть этот поток нисходящий, то ему как можно раньше надо постепенно, постепенно переходить на молитвенный путь. Пробовать, пробовать молитву. Как только ответная реакция пошла, убирайте медитацию, убирайте сразу ее. Все, нету. Закончили. Понятно? Только почувствовали ответную реакцию. Все. Вот здесь уже пошла вот эта ювелирная работа. Все, она настоящая. Это временное. Медитация временная. Надо открыть поток и чуть разогреть сердце. Ну, наше черство, эгоистическое сердце его надо немножко погреть. А оно разогрелось. Молитва как только начинает ответная реакция. Все. Переходите сразу. Все упростится. Очень во сто крат все упростится. И не прекращать до тех пор, пока не родитесь в духе. А потом уже молитва не нужна. Она просто не нужна будет. Она будет мешать вот этому молитвенному состоянию. Будете вмешиваться, спугивать вот то состояние, которое он уже будет прибывать. Постоянно. Сообщим Саровский об этом, по-моему, замечательно сказал. Говорит, вы зовете Бога. Зовете его, зовете, зовете. Он к вам пришел. Все. И в сердце родился, и здесь есть. А вы его все зовете. Это, говорит, равносильно тому, что если вы пригласили в гости человека, он сел перед вами. Вы смотрите ему в глаза и говорите, приди ко мне в гости. Приди ко мне в гости. Скажите, это как ненормальное выставление. Он уже пришел. Что ж теперь говорить? Эти слова уже не нужны. Потому, что эти слова уже меняют и спугивают вообще вот истинное состояние молитвенное. Видите, как замечательно. Как вообще, в конце концов, ты отбрасываешь все эти костыли, все эти вспомогательные средства, методы. Никакой зависимости от метода. Ты уже пребываешь в этом новом состоянии постоянные, не надо ничего уже делать. Все. Ты дома. Что еще просить тебе? Куда больше-то? Вот какие тонкости. А то метод, метод. Вот как заладили. Метод, всю жизнь метод. Метод, 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 метод. Метод – это вспомогательная вещь. На время, пока еще не состоялось. А главное состояло, что метод мешает, он уже просто препятствием становится. Он спугивает это состояние. Вуалировать его начинает. А человек привык, наработал стереотип. Никаких стереотипов быть не должно. Творческий процесс, подчеркиваю, творческий процесс. На время это потом отбрасывается. Меняешь там что-то, а потом вообще все отбрасывается. Ты просто поддерживаешь состояние бдительности. Вот здесь, сейчас. Ты не выпадаешь. Тебя вообще этот поток просто держит в реальности. И все. Сам по себе он держит тебя. И как можно раньше необходимо включать в арсенал именно молитву. Учиться интимному общению с Богом непосредственно в сердце. Это позволит уже на ранних стадиях работы на пути, если вы начали с медитативной практики, уже занесновить тесный контакт с истинной сущностью и умолять. Яго постепенно яго умаляется уже к духовному рождению, к самому акту духовного рождения. Вообще, молитва это воспоминание о высшей реальности, воспоминание о Боге. Просто вспомнить. Вот вспомнили, это молитва. Вспомнили. Вот есть он. Воспоминание от молитвы. Понимаете? Мгновенно вспомнили, это молитва. Слов не надо даже никаких. Просто воспоминание. Оно не в словах бывает, а в ощущениях. Все. Иисус дает своим слушателям-ученикам молитву, в которой содержится квинтэссенция того, что человек должен максимально искренне вложить в свою душу в словесном выражении. Это очень длинная молитва. Молитва отче наш, она длинная. Он дает максимально короткую, но длинную молитву, вот по, как бы программную такую молитву, что человек вот в программном смысле должен делать вот на этом пути. То есть, своеобразная программа действий, эта молитва длинная очень наша, очень длинная молитва. Согласны? Хотя, нет, я говорю, молитва вообще может быть, ну, как бы воспоминание, просто он дает, ну, как бы тот максимальный минимум, который человек должен вложить в свое понимание молитвы. Вот, что он должен психологически, в каком состоянии пребывать, по сути, вот говоря, молитву, неважно какую. Молитва, ну, это его состояние. Значит, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. То есть, видеть, знать эту реальность, то, что над нами, вот, что именно он, один, единственный, и другого не существует. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, да? И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день, на сей день. И опять-таки, вот здесь в переводе хлеб насущный, это, в общем-то, если взять Евангелие от Иоанна, то там говорится о хлебе с небес, хлеб над сущий, хлеб, который над существованием, то есть, это не сиюминутная кормежка, а хлеб вот тот с небес, вот который, который постоянно нисходит. именно духовный хлеб, не о хлебе, вот таком, физическом-то идет речь. Когда мы читаем Иоанн, и там Иисус ясно дает понять, отцы вас кормили, эти самые, Моисеи хлебом с небес, этим самым, манной, небесной, физической пищей, а я вам даю хлеб с небес, каждый день, вот берите и ешьте, вот он оттуда. Хлеб жизни, сходящий с небес, да? Святом Духе есть. Да, есть безусловно. Дух называется хлеб с небес. То есть, или водой напоил, как он говорил женщине, когда он признался первым, что он спаситель. Вот, я напою тебе водой, такой водой, после которой ты вовек не будешь жаждать. Вот именно об этом хлебе идет речь. Не о просто, о кормежке какой-то. Когда ему, помните, рыбками-то он там накормил этих, там много людей, а потом он нам говорит, берегите закваски фарисейские. А ученики подумали, что он говорит о хлебе, который сделали фарисеев, закваски. Иисус говорит, неужели вы думаете, что я об этом хлебе вообще разговор веду, который кушает. Их сразу там. Поэтому хлеб-то насущный или насущный. Вот тот хлеб, который хлеб с небес, дай нам его. Дух, дай. Вот это просьба. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство и сила и слово вовеки. Аминь. Сразу обратим внимание на заключительное слово молитвы. Аминь. Но это не что иное, как мантра. Ом, аум, аминь. Здесь скороговорка обычно говорит аминь. А на самом деле это надо протяжно произносить. Если уж ты говоришь аминь. Аминь. Вот она. Это как ом. Все, волна пошла. То есть молитва разогревает сердце. Вот это молитва. А потом это аминь. Аминь протяжка от макушки энергии идет сюда вниз. Вот это как ом. Вот оттуда. То есть соединяются два потока. Не случайно вот в такой связке это аминь. Греет, греет молитва сердце. Все, 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 все. А потом протяжка. Два потока соединяются. Вернее, вот этот центр и поток. Если правильно говорить о молитве. Все. тоже вполне, наверное, логично, да? Все на месте. Длинная молитва, очень длинная. Но зато так вмещают себе программу всю. Вот то состояние, в котором человек должен не более того, на большие распыляться не должен. Вот здесь вот концентрация того, что человек должен нести в себе. Все. Вот это концентрация. Максимальная. Еще слово Аллилуйя. Аллилуйя, это тоже мантра очень хорошая. Аллилуйя, это тоже хороший мантра. Центром помогает раскрываться. То есть, вот это Аллилуйя и Аминь в конце молитвы, это энергия по центрам начинает идти, как мантра. Центр раскрывает. То есть, такие вспомогательные вещи, какие-то маленькие нюансы, они вот раскрывают вообще методологическую, что ли, суть. Каким написано вот это псалмы и Кандаки? Каким все написано в рожденными силами? Что? Ну, вот эти вот все сказали на сайте. Ну, почему? Ну, почему? Ну, почему? Ну, пишут люди. Ну, человеческие. Есть человеческие какие-то. Вот я индивидуально. Мало ли, вот что я могу написать вот для себя. Вот, ну, я не про сейчас говорю. Вот, когда я где-то там что-то начинал, я мог в первые пять лет написать вообще что угодно. Вроде бы и все состоялось, и в душе все в порядке. Ну, столько было завихрений, честно говоря. И из любого завихрения я мог сделать истину. Сказать только так. Вот я вот это знаю, я вот это понимаю. Вот где-то лет 15 пройдет, вот тогда начинаешь понимать, что там у тебя заносы были. Слава Богу, что ты там молчал, не говорил, не писал. А там занос можно много было сам придумать. Потому что эго не умалено полностью. Духовное раскрывается, ты чувствуешь силу, а потом начинаешь, начинаешь, так сказать, ну, как бы своим человеческим что-то улучшать. Ведь не случайно все церковное учение, учение как таковое, оно последовательно, последовательно расширялось вот теми, якобы осененными духом, вот, те, которые там дрались на соборах, они начинали улучшать. То есть, мы осенены, вот нам пришло вот это в голову. Ну, они видят вообще в Евангелии, устраняют сейчас, они обращают внимания на то, что в принципе, можно назвать то, что они придумали ересью. То есть, они подправляют Христа, подправляют. В одном месте, если его подправить, то, значит, и в остальном все не так. Он и не воскрес, можно вообще все Евангелие дезавуировать. Вот начинают подправлять. Зачем? А только за тем, чтобы истинная суть, вот того, что там есть, она была завуалирована. А иначе человек, если он как бы, ну, обретет себя, он уже не нуждается ни в каких пастырях, никаких последников. Ему уже это не нужно. Он отпадает, а надо собирать. У них задача собрать. Где собрать? За оградой за какой-то, либо на территории души. Опять непонятно. Иисус понятно говорил, а здесь возникает такие вещи, так сказать, физического, такого объединения. И не случайно церкви пытались строить Царство Божие на земле, именно здесь. А Иисус говорит, его здесь никогда не будет. Вообще никогда не будет. Вы что? Именно вот здесь, в человеческой среде, его быть не должно. И церковь должна рухнуть вот так. нет. Упорно, упорно говорят. Не говорят, что он ошибся, но не хотят видеть. Нельзя же сказать, что он ошибся. То есть, купюрами изымают, ну, как бы для себя, вот в толковании, вот то, что не хотят видеть, не хотят. То, что по человеческим, так сказать, каким-то моментам не устраивает, не будут об этом говорить. Когда читаешь, даже те же самые Евангелия, там совершенно очевидны вставки. Вот такие вставки, они очевидны. Есть моменты, ну, просто вставляют. Поздние явно вставки, их видно. И ему начинают приписывать. Ну, можно там где-то немножко так, как бы смягчить, не очень жестко, но начинают ему приписывать. Хотя он сказать так не мог. То есть, политизированная же идет, то есть, это работа, вот немножко там, надо где-то приписывать. Но уж там, где политика, это сразу Ветхий Завет. Там политики полно. Вот туда сразу все это отправляют. Все комментарии там, это там. Это как уголовный кодекс. Можно найти оправдание любому нашему поступку. Там тоже в уголовном кодексе все там написано. Неоправдание, ну, по любому поводу найти там ответ. Что бы ты не натворил, там всегда будет тебе, так сказать, поблажка какая-то. со временем это приходит, начинаешь понимать, что действительно полно человеческого там, где, в общем-то, его быть не должно. именно человеческого. Как бы хотелось. Нам сейчас многим хочется, чтобы было вот так, как мы хотим. И поэтому вся работа идет прахом, поскольку мы думаем, что то, что мы думаем, ну, то оно и должно быть. А действительно, эволюция вещь такая, что и нет никакого дела о том, что мы с вами о ней думаем. Она просто есть. История, вот которая вершится, она тоже просто есть, и мы можем думать, там, какие-то модели придумать будущего. А никакой модели не будет. Будет просто то, что должно быть. И надо ничего моделировать. Надо просто знать, что нам сейчас каждому делать. А то мы хотим охватить все, мы вот, там, причастность ко всему. лишь бы не обращаться внутрь себя. Вот выбрасывать себя наружу ради Бога, как внутрь, страшно становится. Да. Вот там. Один на один с Богом оставаться страшно. Вот взявшись за руки, там, выйти на демонстрацию и против чего-то. Это вроде как хорошо. Я не о всех говорю. Я говорю о тех, кто действительно духовно одарен. Которым нельзя уже, невозможно больше жить по-старому. Это самое уязвимое, самое болезненное, психологически уязвимое часть человечества. Но о них никто не думает. Массовость. Он думал о них, только о них. Иисус. Только о них Он и говорил. О малом стадии. Об избранных. Не потому, что они избранные в годности своей. вот мы выше, там, всех остальных. Напротив, он говорит, смиряйтесь. Избранность не в том, чтобы считать себя духовно состоявшимися. А именно духовно-творческий человек, он и есть избранный. То есть, зрелая душа, она пришла сюда доделать, доработать. Доработать. И для этого она должна иметь возможность это сделать. Сколько гибло людей, действительно, совершенно не понимая, особенно, в последнее советское время, пили водку, не знали, что делать, и просто гибли. Потому, что на разрыв все шло. Тонкие личности, много таких людей. Они не выходили на баррикады, не были диссидентами никакими, там, не против власти, просто, ну, это не кризис. Не властный кризис был, а психологический кризис. Не было выхода, не было предложений, как себя реализовать. Сейчас они уже воплотились. Да? И здесь уже опять, если им опять не предложат, то все. Предложат. Сейчас нормально все. Сейчас действительно Евангелие Духа должно в полной, во всей полноте проявиться. Именно в России. Не случайно вот Освальд Шпенглер, это великий немецкий мыслитель, не повысит, сказать, что в Великой, в 1938 году он скончался. Вот. Он сказал, что именно в России должно появиться новое христианство, выросшее из Евангелия от Иоанна, из Евангелия Духа, стяжание Духа Святого. Серафим Саровский об этом сказал, что истинная цель в христианской жизни стяжание Духа Святого Божьего. Если вам не говорят, что это такое, не говорят, как это делать, вот, то истинного христианства никакого нет, оно утратилось. Есть политизированное христианство. Вот другой вопрос. Свою роль оно тоже выполняет. Я вчера вам, наверное, говорил, что если убрать все традиционные религии, вот традиционные, их в мире много, да, то на это место хлынут, ну, вдруг такой вариант, хлынут, в силу не вся бесовщина, все. То есть, это своеобразно, как бы, связывает людей, не дает им, не дает допустить вакханалии такой, вот, бесовской. Как-то связывает, как-то сдерживает. Понятно, наверное. То есть, не надо говорить, что плохая там церковь, нехорошая критика в плане того, что не дают реальные практические вещи, выхода не дают людям, которые уже просят. Их не так много, но им это нужно. Вот в этом вся проблема. Надо правильно понимать. Не церковь ругается. Церковь – это мощная вещь, которая действительно свою задачу выполняет до сих пор. А форма работы с теми, кто уже не маленький, уже не стадо, а уже индивидуальная эволюция, все, у него по-другому жить уже не может. Я не про это говорю. Ты понял вообще, о чем я говорю? Не, но тот, кто созрел, он не будет поддаваться. Андрей, если нет предложений, как и что делать? Ты просто уйдешь, а куда уйдешь? Ну и пусть... Куда? На улице уйдешь? Пусть кто в церковь пришел, если он не дозрел. Я не про это сейчас говорю. Я-то говорю сейчас не про это. Правильно, пусть... А кто же говорит, что не надо туда ходить? Нет, но кто созрел, он уйдет из церкви. Уйдет? Если ему предложат что-то другое. Или он вообще уйдет на улицу? У него есть ноги, руки, он дойдет куда-то. Но речь не об этом, Андрей. Не об этом. Я аллегорически говорю сейчас, не просто про конкретного человека. Сильная личность найдет. Может, не согласны. Но не все будет найти. Вот случайно. Сейчас, может быть, найдет. Вот про сейчас. Вот 20 лет назад найти было невозможно. Практически. Можно только за что-то зацепиться было, а вот... Не было ничего. А? Не было. Вот об этом идет речь. Наверное, еще не созрело. Не готово было вот это вот поле эволюционное. Оно всегда все в свое время происходит. Мне не подошла церковь. Я увидела, что вранье. А ты любил Христа-то как еще? Страшно любил. И сейчас любишь, наверное. Я сейчас люблю Христа. Христос и церковь – это раздельные вещи. Вы понимаете, говорить. Ну, и ты понял, наверное, тогда. Он же не... Знаете, блесток-то и пресночение. Конечно. И вранье. Ну, не надо такие слова-то. Ну, а что мы вранья не видим там? Это называется лицемерие, Андрюш. Есть слово лицемерие. Слушай, ну, уже тогда лицемерие, который будет объяснять, что такое истинная вера. Кто оно? И небезы нужны. Вот как раньше. Ну, если церковь вдруг займется этой проблемой, и займется вот батюшкой. Есть единицы. Нет, ну, я знаю, возможно, так сказать, ну, где-то кто-то есть. Так бывает. Не бывает, чтобы там не было человека, который не понимает этого. Есть. Но в рамках системы его задушат. В рамках системы. Это невозможно. Он должен соблюдать корпоративную... Как это? Да, все. Ну, наверное. Так можно объяснять, что стяжайте, кто не забредит? Да он сам не знает, что... Как он? Если он сам не стяжает, он слово-то сказать может. Серафима Саровского может дать, почитать. Вы смотрите, сколько тонкостей, как открыть эту вещь. Вот как можно запутаться очень просто. Значит, не учат этому церковному... А кто же их будет учить-то? Учить должен тот, кто это знает. Это должна быть политика такая, так сказать, ну, общая. А если нет того, кто знает, и нет общей политики, ну, кто же будет чему учить? Учить будут книгам, как там написано. По книгам. Но вот Серафим Саровский, он же мог бы учеников там, которым... А кто бы ему дал, простите, учеников? Кто бы ему дал? Ну, приходили-то... Приходили в основном люди какие? Приходили люди получить утешение. Так же, как вот Паисий Святогорец говорит. Люди приходят, потому что у них любви нет. У них недостаток любви. Вот я погладил по головке, они почувствовали любовь, и ушли удовлетворенными. Ну, кто же мотовилов? Ну, почему он... Вот он не по этому времени оскорблял бы учеников, которым перетерпал... Не время было. Вот Россия должна была перетерпеть вот тот переворот, который произошел. И вот сейчас Серафим Саровский к нам возвращается. Он сказал, что он через... Он в 12-м году должен вернуться. Он говорит, я приду к вам. Приду к вам. В том смысле приду. Вот эта вот новая волна, дух, вот она должна прийти. Вот сейчас должно это начаться. То есть, он приходит с тем, что он когда-то говорил, и не было это никем услышано. Вот сейчас это начинает, начинает действительно себя проявлять. То есть, всему свое время. Я думаю, что сейчас самое интересное время, потому что зарождается то, что когда-то было, допустим, в раннем христианстве. Были интересные же вещи. Вот само зарождение. Никто же не понимал, что что-то зарождается. Не понимал. Потому что люди были здесь вот, сиюминутно. Вот сейчас идет это начало. Причем очень интересный, феноменальный процесс идет. На будущее. То есть, закваска дается какая-то. Как он пойдет, это другой вопрос. Он может захлебнуться, а может разлиться. Тут всегда есть варианты. Всегда. Если сейчас мы плоды духовные добираем, то процесс широко не пойдет. Если еще есть новая волна, то он может во времени еще растянуться. Полезный процесс, полезное время. Если это добор просто плодов, вот единичных, то это долго не будет. Знаете, вот есть варианты. Но всегда настоящее определяет будущее. Если мы в настоящем будем работать и спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи, кто-то еще загорится, то время еще есть для других. То есть, это не механическая вещь. Это все, ну, как бы просчитанное там, но, тем не менее, всегда есть варианты. Всегда есть варианты. Закон свободной воли никто не отменял. Это здесь сын, это исполнение. Тоже просветы и души все. Как бы сказано, да? Но все это формально. Ладно, сейчас с молитвой мы закончим разговором. Молитвы, да? Делаем перерыв, а то мы долго молитвы-то говорим. Но, наверное, не зря, я думаю. Может быть, уже есть какое-то понимание определенное, что такое молитва. Я-то сам, в общем-то, начинал, естественно, не с молитвы, а уж когда перед рождением-то, я просто вынужден был сказать, Господи, делай все, что хочешь, я готов умереть. Вот, сдался. Потому что обязательно сдаешься. А потом уже, когда я стал примеривать молитву как бы в дальнейшем, на себя, что это такое, я понял, что это очень действенная вещь. Очень действенная вещь. И чем раньше на нее переходишь, тем это более-более продуктивно. Так вот, главный смысл любой молитвы, любой, как бы вы ее не произносили, это полное доверие вот этому Отцу Небесному, Высшей Силе, безоговорочная сдача в Его руки. Молитва – это необязательные слова, повторяю это. Истинная сдача, она не в словах бывает. Вот не я говорю, вот я сдался. Сдача должна в сердце произойти. То есть, ты сдаешься без слов. А то будешь говорить, я вот сдаюсь. Это будет неискренность. Если это будет вещь неискренность, ты можешь тысячу раз повторять эти слова. Господи, я сдаюсь Тебе на все Твоя воля. На все Твоя воля должно молча в вас звучать. Вы должны в этом состоянии пребывать, а не говорить, не тараторить, что на все Твоя воля. Когда все слишком искренне, тогда слов нет. Вот когда мы говорим, любовь человеческая бывает, но когда она не витальная, действительно душа просыпается. Мы же о любви не говорим, мы в глаза смотрим, и все, там, за руку взял. Конец, все. Проблема решена. Что говорить? Я тебя люблю, какие у тебя там глаза, ну, это все чепуха. То есть, вот, и все искренне, но не должно быть, это самое, тиражируемо в словах. Это вот состояние сдачи. Ты сдаешься, вот оно. То есть, минимум слов. Слова надо убирать, убирать, убирать. Вот, ну, можно начать со слов, а потом минимум слов, и больше, так сказать, чувств, вот именно вот этих. Для кого-то это очень просто. Говорит, вот, а я так и делаю. Говорит, я вот слова пытался говорить, а что-то... А вот без слов легче получается. Я говорю, правильно. То есть, вы почувствовали, что на самом деле должно быть. Это действительно так. Вот предельно искренне, интимное обращение к Богу может быть простое. Ну, вот иногда мы всуяем, Господи, так, а вот просто, Господи. И все. А мы так всуяем, ой, Господи, там это, там какие-то слова. Ну, всуяем это одно, а вот просто, Господи, все, значит, вспомнил. Есть. Тоже молитва. Мгновенно может отклик найти в сердце. Так вот, чтобы закончить разговор о молитве, обратимся к словам, сказанным Иисусом, незадолго до его ареста в Гефсиманском саду. Доподанно зная свою будущую судьбу, Иисус чисто по-человечески, в Евангелии такие слова есть, начал скорбеть и тошковать. Чисто по-человечески, действительно, у него, ну, его человеческая, так сказать, сущность, начала тошковать и скорбеть. И в этом состоянии он молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И в другой раз, «Отче мой, если не можешь чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». То есть, он вначале как бы немножко попросил, да, а потом говорит, ну, если нет, так на все твоя воля. Вот такая слабинка маленькая, человеческая, естественная, нормальная, а потом на все твоя воля, все. И вот эта финальная молитва, «Да будет твоя воля», это финальная молитва Иисуса, это самая действенная молитва, с которой можно обращаться к Богу. «Да будет твоя воля». «На все воля твоя, Господи, Господи, на все твоя воля». Вот я советую молитву вот в таком сочетании, если вы ее мысленно или в словах произносите, «Господи, на все твоя воля, на все воля твоя, Господи». Эту молитву нельзя произнести механически, с короговоркой. Она требует произнесения в реальном времени. Да? «Господи помилуй, Господи помилуй», можно трактить, да? А вот здесь, «Господи, на все твоя воля, На всю волю Твою, Господи, быстро не произнесёшь. Значит, произносишь в реальном времени, здесь, сейчас. И сердце греется, и поток идёт. Вот эта молитва, она очень-очень эффективная. А если мысленно её произнести, то попробуйте. Я говорю, что сегодня кто-то из вас попробует, потом расскажете. Результаты обязательно будут. То есть, связь установите. А если связь установлена, ну её потерять можно только тогда, когда вы в разнос пойдёте куда-то. А так её трудно будет утерять. Молитвенную связь, медитативную связь проще утерять, чем молитвенную. Молитвенную, как только вспомнил, она идёт. И ещё. Не забывайте за всё благодарить Бога. За всё. Когда уж вы вступили на молитвенный путь, то вот эта благодатность за всё, что бы с вами ни происходило, это будет вашим искренним признанием того, что вы действительно Ему сдаётесь. И проверкой вашей. Хотя вас проверять там будут в ситуации, когда вроде бы не хочется его благодарить. Вопрос за что, а вот вопросу быть не должно. То есть, надо учиться за всё его благодарить. За всё. Уж он-то наверняка знает, как выстроить вашу жизнь, и что полезно вашей душе. Со временем тот, кто искренне практикует молитву, заменяет слова чистым сердечным стремлением. Это про стремление у тебя, и всё, больше ничего. Слов никаких нет, не поддаётся оно никакому словесному выражению. И при достижении такого полного единения с ним истинное молитвенное состояние наступает, когда каждое мгновение в сердце совершается эта молитва бессловесная. Вот просто она есть. Вот как статусы говорят, молитва сердечная, да? Что такое сердечная? Умная молитва в уме произойдёт, а сердечная молитва, ну вроде и молитвы нет, она просто постоянно воспроизводится. Память о Боге она всегда есть. Вот это называется сердечная молитва, и статусы.